Сотни тысяч россиян пережили апокалипсис на этой неделе. Интернет-пользователи не могли войти в контакт друг с другом. А вот с другой стороны океана зависла не социальная сеть, а один из самых крупных водопадов. Фото о замерзшей Ниагаре разлетелись по планете. И то, и другое событие активно обсуждалось во всемирной паутине. Что еще накликали пользователи, знает Надежда Маркова и готова рассказать об этом в рубрике «Клик народа». Здравствуйте, меня зовут Надя, и я интернет-оголик. Привет, Надя! В онлайне я провожу по несколько часов в день. А как по-другому изучать народные клики? На этой неделе в интернете появились настоящие клубы, зависимых от глобальной сети. После того, как на полдня россияне остались без контакта. Есть ли жизнь без социальных сетей? Ответить на этот вопрос пользователи пытаются который день. Параллельно продолжают встречать Новый год, ищут плюсы в погодных минусах и выясняют, кому на Руси жить хорошо. Рейтинг популярности новостей составляем в нашем еженедельном интернет-обзоре «Клик народа». День, когда контакт остановился. Апокалипсис в масштабе виртуальной вселенной случился на этой неделе. Популярная социальная сеть ВКонтакте вдруг стала недоступна. Миллионы пользователей не смогли зайти на свои странички и не на шутку встревожились. У многих началась чуть ли не веб-ломка. Руководство ВК заявило о технических проблемах, мол, случилась авария на уровне коммутаторов. А создатель сети Павел Дуров посоветовал россиянам пока почитать книги. Спустя несколько часов сайт, как было обещано, заработал. И пользователи бросились обсуждать, смогут ли они вообще прожить вне контакта. Форумы напоминали эдакие беседы клуба анонимных алкоголиков. Те, кто бросил сидеть у компьютера, описывали свободу и полную жизнь. Главное, говорят, выходить из интернет-запоя постепенно. Драма в двух актах. Екатеринбуржцы всю неделю обсуждают спектакль, который устроил уральский режиссер Николай Коляда. Действие происходит в аэропорту. Драматурга и одного из актеров сняли с рейса за алкогольное пьянение. Они должны были лететь в Москву на гастроли со всей труппой, но в итоге оказались в пролете. И хотя именитый пассажир не дебоширил, экипаж решил перестраховаться. Кульминация постановки случилась на выходе из зала ожидания. Коляда решил обнять выпроваживающего его полицейского. Федеральные СМИ углядели в этом порыве попытку ударить правоохранителя, поэтому рецензировать немую сцену, камеры наблюдения пишут без звука, будут еще и в главке. Сам же драматург уже оштрафован на 500 рублей за появление в общественном месте в нетрезвом виде. Журналистам он признался, что выпил для храбрости. Боится летать. А вот американцам впору пить, чтобы согреться. Из-за аномальных морозов в США даже замерз Ниагарский водопад. Водная поверхность покрылась льдом. Еще бы, в некоторых штатах столбик термометра опустился ниже отметки в минус 40 градусов. Естественно, транспорт встал, авиарейсы отменяются, с электричеством перебои, а цены на топливо повысились. А еще на 40% увеличилась посещаемость сайтов с клубничкой. Видимо, скучно жителям дома сидеть. Зато привыкшие к таким морозам россияне бегают в январе под дождем и фотографируют подснежники. Почему зима заблудилась в двух полушариях, синоптики пока сказать не могут. Но считают, навряд ли это климатический сдвиг. Скорее всего, просто природные чудачества. И напоследок, еще раз о погоде. Со всеми вытекающими последствиями. Горожане готовятся к крещению. И, судя по запросам в поисковой системе, собираются окунуться в праздник с головой. Благо морозы нынче не крещенские, в среднем минус 15 градусов. Неподготовленным нырянщикам как раз хватит, чтобы заболеть, вздыхают медики. Традиции обряды, конечно, хорошо, но к чему же лоб расшибать? Ведь по православным обычаям святой становится вся вода, даже водопроводная. Так что купелю может быть любая ванна. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова